Это моя игра, я пьюсь особый, не путай соль, а дикие, рыбаки, найки, буду басой. Время не пункт, время не ждет, и времени нет, либо тебя, либо ты, либо вас там в сел. Лига любителей, но это же дом твой, бей вновь, делай кино. Бей, беги, твоя банда на поле их, оскол футбол, братик, сам зацени. Здравствуйте, дорогие телезрители, программа Бей, беги 68, продолжаем двигаться по волнам нашего любительского футбола. С вами я, Константин Симонов, и сегодня у меня в программе два новых лица. На экране это Юрий Рощенкин, прошу любить и жаловать, игрок и капитан, насколько я понял, нет? Нет, замкапитан. Ну, один из ассистентов, да, там, лидер команды Авида, наконец-то, вот, мы добрались до этой команды. И Дмитрий Босаков, правильно я говорю, Дима? Дмитрий Босаков, это игрок футбольного клуба Бачо, бывший игрок футбольного клуба Хмотив, ну, а может быть и не бывший, да, то есть там интересные взаимоотношения. Чем интересно, тем, что на самом деле все мы втроем, мы играли в защите, ну, ребята и сейчас играют, правильно, защитники, рослые, крупные, нам футбол виднее, поэтому мы сегодня, я думаю, очень просто разберемся с тем, что будет на экране. Ребят, вот, собственно, не могу, честно, очки мешали. О чем хотел сказать? О том, что вот у нас есть в лиге, Иван Христоф такой человек, он играет в команде СПЦ. Я все время думал, да на кого же он похож, вот, вот, на его лицо почему-то вот как-то вот вызывало какую-то вот, на кого-то, и тут вот я вот просто наткнулся вот на одной из его фотографий, вот на такой вот, вот, можно даже увеличить немножко масштаб, ну, в принципе, зритель там увидит лучше. Я думаю, на кого похож Семен Иванович, а вот эту фотографию видел и сразу понял, на кого похож он. Вот на вот этого медийного персонажа, ну, в принципе, мне кажется, есть такое небольшое сходство, как бы и по внутренней какой-то организации человеческой, и судя по спортивному образу жизни, тоже как-то очень даже... Ну, я не знаю, заливается ли Ванька или нет, мне говорится. Ну, он, может, заливается, может, более только простыми напитками. И параллельно с тем правилами. Ну, да, да, то есть, как бы, так очень похоже. Ну, вот, вот, вот такой просто нашел, да, действительно, похож немножко на Тимати, ну, потом люди посмотрят, сами решат, прав я, не прав. Ребята, давайте теперь перейдем к вам, Юр, не против Дим, если начнем с Юрия. Юр, ты у нас, я знаю, в футбол давно играешь, расскажи, где начинал, где играл, как, вообще что? Ну, да, лет, наверное, с 12 начал у Валентина в Барсе, потом у Петра Николаевича в Локомотив, потом у Георгия Николаевича Золотых поиграл, и потом уже, где только не играл, в итоге вот Спарта, и потом Авида все, и до сих пор вот Владимир. Ну, то есть, с Петром Николаевичем тоже связано как-то, да? Да, у нас, по-моему, есть. С моего возраста половина футболистов с ним связано, да. А, хорошо, всегда играл на позиции защитника, естественно? Ну, да, всегда, ну, в основном, крайнего, там, последнего, редко, а сейчас уже, как бы, с возрастом на любой позиции, справа, слева, цель. Нападение, защите на воротах, то есть? На воротах нет, ну, могу сыграть, где надо, там буду играть. Дим, ты тоже у нас, отчасти, мне кажется, связан как-то с Маштиным. Ну, не отчасти, очень даже плотно и тесно, как говорится. Начинал я вообще на Украине, я родился там, как говорится, и вырос. Это где? В Павлограде, Днепропетровская область, 70 километров от Днепра. Вот, начинал я в 6 лет, потом до 12 лет, ну, я тренировался с командой, там, ну, детские турниры, как бы, все это. Потом мне запретили одно время играть, вот, по состоянию здоровья. И уже в 15 лет я опять вернулся в футбол, вот, там первенство Украины, вот, по юношам, ну, недолго, как говорится, там, свои, опять же, нюансы, как говорится. Потом уже в школу закончил, переехал сюда. Здесь, в принципе, город не знаком, и никого не знаю, как бы, ну, познакомился с ребятами. Они меня позвали в «Локомотив», долгое время в «Локомотиве», грубо говоря, у меня было 18. Сколько тебе сейчас лет? 26. А, это было очень давно. Это было, да, 18 лет назад, грубо говоря, уже. Ну, да. Вот, с 18 лет до 26 я проиграл за «Локомотив», потом у меня была команда «Виктория Георгия Николаевича Золотых», вот, я к нему перешел. Потом она распалась, а Макс Иванович образовал «Союз». Вот, я с первых же дня, грубо говоря, был в «Союзе», вот, там я проиграл, грубо говоря, до 30 лет. Вот, потом травма, долго не играл, как говорится, коленами низ мне вырезали. Вот, а там, получается, по большому счету уже потихоньку вернулся в «Локомотив». Так что, вот так вот остался я в «Локомотиве». И сейчас, вот, играя за команду «Батчо», ну, это, по большому счету, такой, ну, скажем, шаг. Во-первых, возраст уже не тот. Повышали и тяжеловато все-таки так никак бегать. Там надо реально работать. Вот, может быть, опыта и хватает, а физических данных уже, как говорится, ну, не те. И в целом, как бы, ну, то есть, конечно, охота играть по вышке. Очень охота играть именно по вышке. Вот, играть всегда сильнее, намного интереснее. Ну, с другой стороны, мин уровень первой лиги, ну, пусть он немножко на ребята не обижается, он, конечно, пониже вышки, но не на много. И в данный момент, какая у нас сейчас первая лига, она практически вся ровная. Здесь люди, опять же, пять туров, все команды потеряли очки. Сейчас любая может обыграть любую, то есть, абсолютно интересно играть. То есть, в этом плане «Батчо» мы, ну, ребят, многих знают, как говорится, им в помощь, как говорится. И у меня больше игрового времени, потому что в «Локомотиве» мне уже тяжело, как говорится, создавать конкуренцию. Дима, а ты правильно понимаешь, что ты воспитанник, так сказать, украинского советского футбола еще? Ну, отчасти, да, получается, да. Начинал вообще я в воротах, с 6 до 10 лет и проходил в воротах. Потом я уже ушел на левый фланг, полузащитой был, где я очень долго провал, даже Юрий застал, как я играл в полузащите, вот. А уже у Георгия Николаевича играл нападающего, и у Макса Ивановича играл нападающего. О, это же у меня новость даже. Я тебя как жокер был, ты с этой командой постоянно. Ну, Георгий Николаевич, я был так в один момент, я полтора месяца не был в городе, когда приехал, он, ну, понятное дело, что неизвестна готовка игроками, готовка, он выпускал меня на замену. Его, грубо говоря, в каждом матче я выходил и забивал, причем решающий мяч, по сути, он назвал меня Джокером. Да? Да, так вот в одно время приклеивалась такая кличка. Джокер, да? Джокер, да. Слушай, ну, а вот скажи, пожалуйста, ты что-то помнишь из того своего украинского футбола в Днепре? Там же развит футбол. Очень. Честно говоря, ну, я, в принципе, не скажу, как сейчас, но на тот момент, когда я переехал сюда, я считал, что украинский футбол по семье Российского. Ну, а там школа другая или как? Вот ты там варился в этом, там, как это, может, в двух словах там расскажешь, но что-то что-то. Ну, это давно было. Я даже не могу тебе точно сказать. Ну, в принципе... Ты играл там по юношам? По юношам, да. Ну, конкуренция? Конкуренция большая. Тренировки каждый день. Футбол, тренировки пропустить без уважительной причины ты не имел права. Только травма, либо, там, я не знаю, что может случиться, землетрясение или еще что-нибудь. Кто-то из известных, тех, кто играл, там же Днепре много известных было. Ну, я не проиграл. У нас своя команда городская была. И, как бы, ну... Ну, выезжали же туда наверху? Мы выезжали, да. Мы даже в свое время, получается... Я скажу честно, я хоть как-то там играл, но я не пропадал даже в основу. Я когда попал в команду, когда после болезни вернулся, вот... Было очень тяжело пробиться, в основном. Физическими данными у меня хватало. И физика была, и скорость была. А вот именно в игровом плане, вот именно в тактическом, техническом, это было очень сложно. Даже практически почти что нереально. Я всегда был на замене. Ну, опять же, если... Да, серьезно, я был на замене. Вот, но... Мы сталкивались с такими командами, как «Киевская Динамо» и «Шахтер Донецк». Тут уже финальная часть чемпионата была. Вот. Там своя система просто была розовышена. По сравнению с ними, мы вообще просто были, я не знаю, фишки, что ли. А там ты еще и на замене у фишек сидел. Да, получается, да. Да, вот так. Я сюда приехал, и тут немножко по-другому было. Ну, по-другому. Мне было, в принципе, легко, блин. Во-первых, физические данные, ну, опять же, Юрий, я мог что 90, что 180 минут отбегать. То у Петра Николаевича все могу 180 минут отбегать. Ну, физика у меня была на высоком уровне. Это то, что я до сих пор переживаю. Как говорится, хотелось бы ее вернуть, но это уже нереально. А все остальное, как бы, ну, игровом плане. Ну, мне хватало того, чтобы у меня я получил там, в принципе, здесь. Да, на том багаже. На багаже Алини, чего, короче, выехал-то. Ну, наверное, не Алини. Слушай, Димон, а тебя в бруське выпускали бы на штрафной или на угловую? Ну, да, нормально. Ну, игра головой, это я больше люблю даже забивать головой, чем ногами. В принципе, я за Союз подыграл, мне 50% то, что я забил, я забивал головой. Давайте перейдем тогда, Дим. Всегда интересно, просто честно, человек со стороны послушать. Знаешь, как бы, человек там, я знаю, что там тоже футбол интересный. Перейдем к команде Авида, потому что очень много было программ. И вообще ничего не говорили, была такая, как я называю, социальная тишина. Ну, в данном случае, информационная тишина вокруг этой команды. И вот, наконец-то, мы ее прорвали. Давай начнем тогда смотреть футбол. И одновременно разговаривать, собственно, о команде. Играли с командой Стандарт, не самая слабая команда. Скажи, как коллектив строится? Только ли работники Авида или скорее нет? Нет, скорее нет. В основном нет, ребята не комбинат работают. Просто, как бы, спонсор у нас с комбината, поэтому Авида и назвались. Что-то вообще, скажи, пожалуйста, что-то изменилось в команде? По какому принципу формируется там? Что за коллектив вообще? Это команда друзей? Или это просто люди, как-то так получилось? Начиналось вообще, собирались в зале, в Аркадии играли ребята. И собирал их всех представитель наш Руслан Кандавров. Ну, и играли, играли, бегали, 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 бегали. И как-то решили, давайте заявимся, поиграем на Миньку, в сезон посмотрим. Ну, давайте. Руслан денег нашел на комбинате. И в сезон сыграли, и дальше поехали, поехали, поехали. Состав, ты как, состав не формируется. В основном все, кто были, те остались. Там, за исключением, там, ну, четырех, наверное, человеков. Денис Гончаров ушел, Данил Стрельников ушел в мясную лавку, Никита ушел. Вот сейчас в стандарте вратарь. А, это все выходцы из команды Авида, да? У нас достаточно такой приличный состав. Ну, видишь, тоже, как бы не слабые раки и ушли. И так вот, и бегаем до сих пор с одной заменой. Каждый матч, а бывает, и всеми ровно уходим. Вот, поехали. Наконец-то картинка пошла. Почему-то в каком-то таком варианте немножко как будто зависает. Пока идете внизу турнира на таблице. Юр, что не получается пока? Расскажи, пожалуйста. Все проблемы, одним словом, можно характеризовать. Состав неравноценный раз, не хватает игроков по количеству два. И неявка на матче. То есть, с дисциплиной есть проблемы? Да, и не маленькие. И не маленькие, да? Ну, вот давай, ну, первый прям гол, я наткнулся на него. Ну, вот такой, как-то так. Ну, там, да. Это прям начало, да? Я просто был на месте. Минута вторая, наверное. Ну, да, в относительно рано забили. Ты смотрел диму эту игру? Ну, я начало видел первые два мяча, потом... Ну, вот давай, как-то прям сразу просто... Он угловой подавал, да, по-моему? По-моему, там то ли угловой, то ли аут. Не, угловой. Угловой. Ну, там вот вратарь выше и меня смутил. Я, как бы, уже по мячу играл, а он вышел и рикошет от него. Ну, это, мне кажется, вратарь почему-то тут... Ну, во-первых... Вместо того, чтобы выбивать, он его сопроводил, такое ощущение. Тут видишь, что он всяк болит. Во-первых, четвертый номер, я так понимаю, одноногий человек. Правой ногой был, пробил бы в рамку. А левый, он бы мог спокойно его доставать. Макс тут, да. А у тебя уже, может быть, подсказывают, что у тебя... Не, а мне кажется, это чисто вратарский гол. Ну, нет, я бы не сказал. Почему, Димон? Ну, вот смотри, тут же мяч падает прямо... Ну, потому что он мог пойти, в принципе, да. Да падай, да забирай его, да и все, в чем проблема? Парень молодой, 16 лет, как бы. А, я совсем юно. Это не хватает у него опыта. Нет, вторая, вот первая игра была с этим, с колхозом. Вторая игра, как бы, ну, видно, человек волнуется. Ну, а он вообще может, да, то есть, как бы? Как бы, как вратарь нормальный, да. А, то есть, это просто то, что волнение, да? Мандрас у него. А я думаю, просто труп. Нет, нет. Как вратарь, нормально. Нормально. Что-то номер пустил, а уже за спину в руки выскакил. Потому что тут вот такие вот, видишь, моменты, и почему я смутился, что... Потому что, видишь, тут вот... Ну, в принципе, снял с головы. А это еж, да, там пролетел? Еж. О-о-о... Ну, да, как бы, снял с головы, ну... Ну, еж, человек, как бы, еж, человек, снаряд. Он пойдет до последнего, он не пробил. Да, да, да. Ну, и состава не хватает, и дисциплины не хватает, и... Как бы не то, что, как сказать, дисциплины нет. Вот именно состав, потому что, видишь, вот, как вот показательный случай. Два гола за первые пять минут, и все, и команда, как бы, уже... Больше не верит в то, что можно что-то исправить, чем настраивается на то, чтобы отыграть. Ну, я смотрю, тут команды стандарт, тусил у вас парня, он в серой футболке, он тут у них, смотрю, все стандарты. А, это шау. Да, исполняется. Сашка, завтра был, быстрый, быстрый. Вложил, как сказать, лепку, вот. Вот, и вот, это еще одна болезнь, реализация двух метров. Ну, ты человек, я знаю опыт, ты давно в футболе. Ну, так и Рома тоже, как бы, да, не первый день в гостях, как говорится. Это жутко. А, просто это, по сути, эмоции. У нас колхозом три... Холодный, как говорится, минрасчет был, он мог спокойно в любой угол просто потратиться. Да вот я же о чем говорю. На эмоциях человек, поэтому, как бы... Садил просто в грудь человек. По прямой, как говорится, по кратчайшей траектории. У нас, мы любители не забивать с двух метров пустые ворота, вот тут с метров пустые. Не, Юр, просто вот смотри, вот мы сейчас смотрим вот эту встречу, да, и она, как бы, ярко показывает, в чем проблема. Пропускаете глупые, по большому счету, голы и не забиваете. Все, а дальше уже, как бы, морально людям сложно перестроиться, когда ты два глупых пропускаешь и такие моменты не забиваешь, уже, ребята, все. Да и морально, знаешь, как бы, ну, вот, Гуляль, смотри, серый, что ты делаешь. Он возит хорошо, да. Ну, это, опять же, тоже вратарский гол. Ну, это, на мой взгляд, это... Согласен, это абсолютно благодарен. Конечно, скажи, что он двух защитников прикрутил на битаке. Да, да, это отдельно располагал. Да, да, но то, что это ближний угол и не сильный удар и под коленом прошел, да. Это согласен. Это его. Ну, я думаю, как бы, еще... Вот, она-то, игра из этого и спадывается. Вы не забили, а люди вам забили, вот и все. Такие достаточно, никаких там сложных задач. Как стандарт вообще в целом, Юрте? Честно сказать, немного не то, чтобы разочаровал, больше ожидал. По сравнению с прошлым сезоном на Поляне, я думал, как бы, при такой игре нам бы в прошлом сезоне не нахлопали еще больше. А как вообще, Юр, вот смотри, ну ты, в принципе, человек, который, я думаю, мог бы повыше поиграть, ну, вот, кстати, забили... Ну, это, да, это вот наше... Горлость. Утешение, да. Мог бы поиграть, в принципе, и по... Его тренишь, и тут же человек там, может, не рядом. Мог бы повыше поиграть, а остаешься в команде, как вот... Для меня главный, я, как бы, коллектив. А, то есть ты... Да, я не за результатом, мне уже 32 года, как бы, я за результатом уже не бегу. Мне главное прийти в команду к людям, с которыми мне приятно побегать, пообщаться. Ну, это товарищи все. Это, ну, да, как бы, уже, можно сказать, хорошие друзья, как бы, в основном. А есть за футбольное какое-то общение, в принципе? Ну, не со всеми, но с некоторыми людьми, да, общаюсь. А вот переживания за результат, то есть есть какой-то все равно там, ну, то есть диалог какой-то по этому поводу? Ну, там хотя бы раздевалку после игры. Ну, посидим, да, печально, да, надо что-то делать и так далее. Ну, так, чтобы там убиваться, там, о, что ж произошло, нет. То есть, в принципе, нормально переживаете? Я просто считаю, как бы, ну, сыграли, сыграли, все. Завтра с утра проснулся, все забыл. Какой смысл? Ну, смотри, Юр, 13 место, одно очко, одна ничья. Ну, в принципе, турнир только начался, много пропускаете, мало забиваете. У нас таска на второй круг. А, с чем связано? А у нас постоянно в первом круге, ну, прошлый год, первый круг, в семером проиграли почти первый весь круг, а бывало и в шестером заканчивали. А во втором круге, как бы, Костика Жидовских подтянули, как бы, нападающего помог. И второй круг у нас, я не помню точно, но у нас серия была хорошая, семь, по-моему, побед подряд. Ну, да, прилично. Ну, то есть, вы уже изначально, после пятого тура рассчитываете, да? Ну, у нас уже разговоры такие идут, развалки. А, сейчас попрем во втором круге. Во втором круге. В общем, черный план, надо действовать согласно ему. Просто, видишь, тут, как бы, люди, в основном, я просто даже по прошлому лету замечал такую вещь, что первый круг люди выходят, как бы, там, 3-0, там, обыграют, там, и на вторую игру уже выходят, знаешь, спустя рукава и так далее. Просто от настроя тоже много чего зависит. Ну, давайте, есть у нас кусочек еще встречи, Динамо МВД, ну, вы закончили со счетом 5-2, проиграли стандарты, стандарты первую игру выиграл, ну, пока они же от киневалка так начали, ну, я смотрю, люди все равно на позитиве, честно. Вот я как-то пообщался, они, как бы, в принципе, позитивно пока воспринимают свои результаты, понимают, что стартовали, может быть, не так удачно, ну, типа, все впереди. Ну, естественно, чемпионат только начался, по большому счету, и все будет решаться уже во втором круге. Сколько туров у нас получается? А, 26. 26, вот теперь 21 играющая. Ну, да, еще можно, еще набрать можно 33 очка, нет, 63 очка можно набрать, так что еще можно играть, 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 конец. Осталось выиграть всего лишь 21 встреча. Я тоже ожидал стандарты, что они будут выше, но, опять же, это футбол, это играми, то есть, по-разному все можно складывать. А, Дим, скажи, есть какой-то инсайт, почему Эдуард Шахназаров, второй вратарь локомотива оказался в команде стандартов? Это аренда? Своего рода, да, это аренда. И шанс какой-то определенный, себя показать. Не в том дело, что шанс показать себя, в принципе, он, его уже прекрасно все знают, да, он же не первый день в составе локомотива. Ну, да, он такой, самобытный вратарь, я бы сказал. Ну, так же, правильно? Ну, в любом случае, всегда старается, как говорится. И, опять же, я вам скажу просто наоборот, по большому счету, у него задача такая же, как бы у меня, грубо говоря, вот Минька наступит, мы вернемся, опять же, в локомотив, уже, как говорится, в следующем сезоне вторая лига, вот. И люди без практики, по большому счету, в команде, ну, это уже не то. А так, у него будет игровая практика, у меня будет игровая практика, это, как говорится, работа на будущее, как говорится, все на перспективе. Ну, да, чтобы все были в пределе, да. динамо а ты сейчас ребят команда динамо честно вот перед началом турнира как-то грозно так вот казалось по бумаге по составу да на бумаге но как-то вот по футболу тут че пока по результатам если табличку быстро заглянуть давайте посмотрим ну пока вот две победа держали да там то есть как бы ты даже чуть повыше их находится от этого не по-моему выиграл ну честно сказать вот я так по нарезкам посмотрел тут как-то динамо не очень впечатлило честно нет там ничего прям такого великого там даже и состав так гермака нет там еще динамо выиграл динамо 2-1 там абсолютно равная игра была по большому счету я так краем глаза увидим концерт а ты даже даже у от и преимущество было больше но мне как-то по футболу больше понравилось честно именно по моментам до момента вот и было преимущество гораздо выше чем просто наоборот они не использовали свои моменты да ты симпатичная команда я хвалю дим в принципе правильно эту команду или нет скажи от программы в программе команда опять же тоже уже возрастная не молодая ребята играют с удовольствием бьются то есть они всегда были неудобным соперником ну вот такой гол ребята как защитники можете прокомментировать товарищ один стоял просто в центре и подставил много что-то не подразобрались а ведь я скажу даже не изобретение у это недоработка команда ну даже на вот этом момент передачу тут есть посмотреть уже видно что как будто никто не кроет он как говорится то есть свободный полностью я так думаю даже это не передача иголок он даже не сука бил сколько протыкивало даже на удачу но это вратарь не договорился с защитниками подразобраться обязательно должен вратарь первым должен подсказывать увидит поле всегда берется понимаю что тот кто его держать должен был стоит сейчас с вратарем вот это дачу да но может быть даже не на нет а вот этот игрок должен опять же должен быть подсказ должен быть такой грамотный подсказ кто кого держит только он разбирает это тактическая ошибка сейчас бы сказали не знаю я заметил у нас у большинства команд такой момент есть люди смотрят не на игрока на мяч качество да просто а как от этой привычки избавиться это есть или это просто банальная школа футбольная детская которая в основном все играешь кто что смог приобрести в свое время как говорится тот за счет этого а вот скажите вот ребят такой может быть вопрос наши зрители обязательно волнует у нас есть более профессионалами менее 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 любителей более любителей можно уже в зрелом возрасте в принципе какие-то навыки приобрести или это уже бесполезно роста можно но опять же на все нужно время опять же тренировочного процесса практически нет ни у кого если по большому штуку рубля у каждой команды есть час игрового времени на поляне что ты сделаешь за час понятное дело что команда много играть нужно всем вот это не вина там рубля там говорится федерации да а просто нам потому что мы нет ни у кого времени по большому счету вот мы сколько раз разговаривали даже с петром николаевичем хотя бы нужно иметь полтора часа хотя бы полтора часа час очень мало полтора недавно потому что хотя бы тоже рубля те же полчаса там 40 минут может не так там не надо много что-то выдумывать или просто напросто играть в два паса говорится контроль мяча не надо ни футбола ничего просто вам просто держание мяча от на этом футбол весь построен по большому счету то как управляться с этим мячом но люди видели друг друга начинали двигаться люди которые играли футбол в юном возрасте они очень сильно выделяется у них по моему этой пластики футбольной не хватает если они как-то у них ну как как-то они сразу выделяются просто потому что мне кажется знаешь за счет чего за счет того что даже пока мяч летит человек не успевает продумать что с ним делать и как по нему играть вот даже за счет да ну так как под него подстроить тоже интересный момент смотрите сейчас команда ты был шансик такой пробивал как-то вот так вот так вот программа в свои ребята почему хотят упорно за 5 вот я смотрю музыка не подсказал защитник выйдет когда штанги вот перекладин мяч отскочил без голоса защитник встал ну да друг другу помешали да 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 вот мы голевой момент на пустом месте да по сути катиться надо как бы там уже повезет не повезет но просто до конца этим этот мяч когда прострел пошел какие-то элементарные такие банальные ошибки да казалось бы вот мы на видео смотрим и вторая лига в принципе люди там вот мы сейчас перечислили тот же музыка да он играл в высшей лиге по-моему я тебе так скажу знаешь костяк надо по телевизору смотришь и лигу чемпионов и там иногда товарищи такие банальные ошибки сидишь и думаешь человек миллионы получает а он имеет право на ошибку исполняет все ошибаются как судья в принципе как и судья скажи пожалуйста юр есть какие-то команды но вот мы тут результаты смотрим с тобой дружба 3-0 выиграла колхоз 1-0 техас 2-1 выиграл фортуна 3-0 но есть какие-то команды кто тебе ну кого ты уже в любом случае видел кто может быть понравился так то как считаешь может быть такие перспективные в этой линии как я думаю там топ-3 будет ну даже не то чтобы кто тебе может быть нравится там по футболу там кто может быть удивил приятно я не знаю ты принципа большого счета никто не удивил а разочаровал может ну поймем то что разочаровал ты такого тоже нет а чем вы играли в предыдущие игры так спартанцы по спартанцами мы играли со вторыми спартанцы вторые вообще я думал как бы посильнее будут хоть типа и выиграли но все равно посильнее думал что-то союз играю в союз союз втором мне кажется да там в основном ребята молодые бегущие бьющие вот я думаю скорее всего вот это почему странно после пяти туров они на седьмом месте на борту не проиграли 3-0 но там видимо у них у них по моему там вратаря не было да я бы сказал с таким составом вратарь как бы и не раляет просто очень молодой состав и он неопытный вот и все по большому счету а вот лидерство колхоза на данном этапе как-то вообще лично меня удивляет меня удивляет тоже с ними сыграли предыдущие 1-1 ну не то что для ребята выходят они друг друга знают уже давно выходит и бьются и хоть футбол как бы сказать как однообразный но работает работает на первом месте ну юр давай вот здесь и заканчивал уже разговора команде авида какая задача в принципе сейчас вообще но в принципе так вот если так по хорошему просто играть футбол ну не вылететь и выиграть свое удовольствие какие ну как бы мы все реалисты понимаем что с нашим составом и так далее и тому подобное в тройку лезть смысла нет поэтому не вылететь данью в следующем году в третьей линии не оказаться но мне кажется миссия в принципе достаточно выполнена спокойно легко я считаю всегда так главное захотеть если ты хочешь то ты все сделаешь а когда выходишь на расслабленных как говорится на полусом на команда атланта до 4 игры 4 поражение ну грустно грустный результат сергей уратынцу пожелаем психологического равновесия потому что наверно придется еще много раз быть битыми наверно еще еще 21 тур впереди еще рано что-то говорить но это тоже о чем-то говорить ну наш 4 оплеухи получить это согласен с одной стороны но с другой стороны если команды будем анализировать было пытаться искать проблему решения своих ошибок это футбол и вообще в поле торопе ребята каждый раз приходят мне люди они хочется узнать в принципе средним составчиком таким без людей таких вот чтоб там кто-то что там там зидана показывал вообще это возможно все равно конкурировать возможно если только будет желание если есть желание то есть желание все первую очередь играет желание выиграть не тот кто может а тот кто больше хочет да ну интересно хорошо прожила команде а вида удачи перейдем немножко чуть повыше юрий если ты не против да давай перевестимся к вашей команде до команда по чего в принципе идет пока в фаворитах давай начнем тоже смотреть игрушку играли вы с мега мебелью игра получилась супер интересная там по моему все записали ну там достаточно будет сыграли 8 4 8 4 дим давно в этой команде двух словах расскажи как на каком сейчас этапе коллектив потому что там тоже скачкообразно все по моему ну во-первых коллектив обновился рубля половины состава молодых ребят откуда эти люди вообще это сынкора ребятишки а то есть это да это молинские ребята вот ну молодцы стараются вот единственно конечно не в обиде будет сказано но не хватает там просто опыта в каком плане похладнокровнее вот 11 номер давно уже человек не понимает виталий ксевряков да он уже не первый год как говорится а это я просто смотрю он тут создавал пожар хороший он был настроен он заряжен он всегда заряженную игру просто-напросто грызла на не перегореть вот всего в этой игре он реально был очень хороший вот смотри вот момент какой мне очень понравился ребята выход из обороны такой чик ну чик техничного хорошо да в одно касание как говорится максимум было то есть хотя по большому счету ничего сложного стеночек да да элементарно такой футбол по большому счету это так так и должны люди играть по идее чем быстрее ты работаешь с мячом тем у тебя больше но подожди секунду юр тут так дело в том что да он сыграл в одно касание юра дима да к обоим обращаясь но этот человек 11 движение сделала есть люди как говорит димон саду саду закрылся без ошибок и все да 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 согласен есть нет то есть он движение защиты тоже правильно сделал да ну стоя мне тяжело очень играть в футбол если на то пошло но это опять же школа обучая мощь у человека опыт жизни тут кстати вот этот парень вам три или четыре мяча забил 11 номер не странно вернулся акбалян да да и и поддобавил ну тут вот мышу вытащил такой же противственной как у вас по большому да да а кто такой виталий погулянцы но тут решать должен единственное радость в том что видишь у него типа вскаканул мяч быстро отскочил а у нас товарищ постоял конечно не глядя спокойно мог опять же в любой уголку уложить его и вратарь бы ничего не сделал по сути футбол просто это не совсем наша игра как помнишь сказал этот детский тренер футбол родился в англии а умер на урале чуть-чуть ближе к уралу все-таки наверное чем к англии понимаешь ты сам заметил смотри там англия потом идет там испания франция все хуже 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 и вот сюда уже приходит уже там у нас да 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 в принципе ну вот такой гол тоже вратарь дима вратарь данила честно скажу во первых молодой еще опять же но опять он очень хорошо он старается он выдается грех полностью мне это очень нравится единственная штука говорится он сам это прекрасно понимает тяжело просто он очень маленького роста во всем остальном порядок ну да он обученный же тоже вратарь я его абсолютно не были моменты были ошибки он прекрасно знает когда он ошибается человек старается но главное продолжать мне показывать желание свое дима у вас насколько я помню в команде батча всегда была одна проблема главная это организация то есть всегда были неплохие футболисты ну как-то клубный вариант то есть кто захотел пришел кто не пришел тут но понятно это сейчас все в таком же варианте не ну во первых за нас начнем с того что за счет того что состав наполовину молодой вот понятное дело что ребята как говорится голодные до футбола глаза горят они более сознательно не чаще будут есть такие же говорится уже ветераны в том же бачу как пашка ансимов он постоянно ну я нет я например за счет работы там последнюю время спина мучила так говорится я не тренировался две недели пропустил то есть но тогда при желании есть вот не то чтобы там при любой возможности сюда стараюсь попасть на стадион как говорится неважно во сколько это будет времени там утро или вечер мне абсолютно все равно с организацией ну опять же кто где-то виталий он вообще учитель физкультуры я знаю вот который сейчас забил да нет 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 второй номер а сейчас забил да сейчас арцем забил хороший хороший был опять же у каждого ребята взрослым у кого работал как какие проблемы там ну зачастую есть возможность все стараются прийти коробцев играет вот он я смотрю но можно сказать отчасти что и попал в него где-то ну опять же он успел выставить руки он уже заваливался как бы то есть проект все равно реакцию проявили ну да я смотрю тут мегамебель подусилила часть из команды спец поставку конкретно этот человек распалась причем я не удивлюсь если у него фамилия батищев потому что там из 10 8 были батищевый сто процентов семейный подряд это такое фамилия жена знаете дачу из пачки вот в защите какие-то тем есть до проблемы я смотрю нет даже не столько в защите это понятно все началось с того что мы первый так то мы закончили 4 0 а теперь там был абсолютно спокойно уверенный там никаких предпосылок ни к чему не было то есть а во втором тайме начались элементарные простые ошибки грубо говоря блин точно так то те же самые как со здравушкой в печали в той игре вот мы начали забивать сами себе по факту просто элементарный обрез ошибками два в одного выходят и забивают первый гол они забили так два в одного второй гол опять же не боясь валить штрафной мы там никто не поставил жестко но хотя просто-напросто можно было этот мяч забирать там данил уже не успел сложиться в последний момент прыгнул счет 4 2 стал и начались качели и начался уже говорится пожар то есть нет уже спокойно спокойно той игры если первым таймем играли спокойно уверенно то здесь начали дрожать дрожать коленками у кого-то как потому что там у каждого по-разному смотрю какой характер капсанеры насколько железно пошли проблемы то понятное дело что мы счет удержали говорится преимущество те же четыре мяча но сами себе создавали лишний разголовную боль а вот вообще такой может быть не дурацкий вопрос задам отношений ну тут тоже конечно но это пенальти стопроцентно даже он заработал пенальти тут пробивали 100 процентов рука а вот это вот скажи мне нету проблем то молодые старые там какую-то то есть конфликта там не ну как бы но и опять же ребята могут там опять же с позиции возраста вот здесь вратарь заработал штрафной классно да тоже такой момент ну как бы там получается ну вроде мышь а виталик мешал внести мяч а вот за счет того что он пытался убежать он потерял поле просто выбежал человек за предел и все и заработал штрафной свои ворота хотя вратарь у них старался я знаю со спецпостатки тоже тоже самобытные называют то есть самоучка такой вратарь вообще мне кажется тяжелее всего наверно вратарем быть самоучкой уже даже вообще очень техничный это все а если ты никогда не учился падать даже при тебе же больно еще у меня было как я когда начинал я начинал ворота я учился падать дома на диване я кидал мяч об сену и летел на диван пока мамка мне говорит со мной за шею не голубь что диван поломался но это уже наверно ближе к десяти годам нет это начиналось у меня 6 лет мне всегда хотелось стоять в воротах мне это очень нравилось ты понател серьезно а мне кажется много кто так делал люблю люблю стоять на пенальти люблю стоять на спор эту частенько с ребятами 5 из 5 не забивает никто ну такая ошибка я даже не не знаю как назвать не техник по большому счету как бы счет был на тот момент 53 по моему а то есть там еще шансы и за счет эмоций он пытался говорится адреналина зашкалил просто хотел как лучше а получилось как всегда как говорил ну и вот такой дмитрий ты можешь прокомментировать свой момент ну я говорю там была ошибка вратаря по большому счету потому что пока как минимум я видел только половину вратаря он стал за немного за стенками для прямого удара у нас такие бывают моменты короче именно мы же в программе вот я не знаю там ты смотришь его тоже могут периодически мы такие моменты очень часто обсуждаем и чаще всего вот есть я беру нашего идеального вратаря дениса коршукова он очень часто делает он расставляет игроков по штангам здесь то и сам выходит практически вот сюда ближе к правильно но человек опытный человек так мы в этом 15 раз программа говорили неужели то есть может не смотрел а вот это значит смотреть и чтобы не выжать такие мячи тут просто тупо дима по ушам дал ты не там он даже просто-напросто он не доставал мяча потому что там его не было если бы он стоял хотя бы на метр полтора блин левее правее он бы мог спокойно доставать по крайней мере было бы гораздо легче этот мяч взять а ты естественно пробивал силе петковича а я пил именно в эту сторону в открытый угол как говорится там просто прошивал да просто пройдет не пройдет тоже кайфу и ждать от сильного удара да то есть любишь ты пнуть мяч сильно я люблю забивать как говорится скажем так вот и по большому счету мне мне больше всего устраивает результат на табло вот видишь все-таки украинского футбола да как говорил лобановский вся красота вот там игра забывается результат остается в детстве болел за кого честно как бы там не сказать что прямо сильно динамо киев само собой да и днепр петровский банк да если мы набрать именно из украинских клубов как говорится но днепр по лучшим близко понятно но земляки можно земляки по сути вот момент как такой тоже где можешь сама рассказать что же там но тут да некрасиво поступила не смотрю все-таки какой-то степень да вот это движение да именно на это движение разозлил как типа руками дать по сути блин уже мяч отобрали да в принципе чисто отобрали как бы вот это вот а вот его виталий катал и тот виталий этот виталий а то есть это вот второго человека тоже знаешь ну да он даже как одно время у нас был в локомотиве давно это было но вот а потом уже пошла вот эта вот непонятная суета из-под тишками во первых опять же из-под тишками машинная возня да как говорится ну я считаю ни к чему локомотив один одного ударил сзади под ногами второй друг другому пытается сзади там направить это не это не футбол это так а вот это вот опять же уже разошлись вроде бы опять начинается дозаводиться на ровном месте это ни к чему по сути так вот в первом туре было точно такая же практически мы потеха с локомотив когда играл с левским я считаю тогда володька копаю судил по сути сделал правильный что вы говорите не было никаких вопросов никаких мюансов обоим дал по красной карточке все там 24 удаление было именно за счет таких вот телодвижений скажем так он сразу успокоил игру на одному и втором дал красную карточку чтобы не было обидно но по сути это было бы правило но здесь а красный дали в итоге кому красный дали никому в итоге мы на лице саша не знаю фамилию судил этот матч ну да вот оставил набор да он просто но пожелтая именно обоим показал вот подостудил чуть-чуть но виталик я не знаю психо но он ушел потом в принципе время уже заканчивается как вы можете за что-то заменился ушел ну вот еще пропустили в конце нет это значит еще не ничего не конец был это вот это было это было при счете человек это было при счете 6 3 чистоколе ног ароман дебаги вернее посмотрю мы хотим знать тоже не доработал в этом моменте вот смотри вот сейчас ним играет правильно понимают этот человек да а он что с себя снял ответственность за это он шел не дошел до кондул просто тут ты просто сказал шоу ну да мне кажется в команде бачу виску которая на расслабоне не в том что он очень хорош в каком плане он видит поле у него очень отличный пас как говорится неплохой дриблинг но единственное что проблемы с коленями тоже молодого ли да да он очень серьезно вот смотри 20 вот мы защитники с вами всегда вот смотрим великолепную игру защитников вот команды вот только что вы в четвером оставили одного игрока правильно вам забились там вот сейчас смотри тоже великолепно сыграно не читают люди момент просто-напросто и все просто в этом плане мешает очень сильно но факт то что мы когда бы мяч уже отпустился ему зашил это он уже должен развернуться и пытаться держать страховать игрока изначально видно было что даже человек не собирался вступать в отбор а он просто не ну на караньяк если ты видишь ситуация поли правильно в конце концов поли ну тут вот поли уже понятно ну как ну это ну хотя бы надо нужно забить цараза до шанс хотя бы а тут понимаешь не хотя бы если бы он полил пытался катиться было бы видно хотя бы что человек желает как бы ну типа исправить ситуацию согласен я же не говорю руби дима это счет какой уже был на тому же счет стал 74 там все нормально такой за спину передать просто не исполнил артем зато исполнил ну тут тоже видать обрез там до страшного я уже не помню ошибки не были да очень большие ошибки были в принципе как ему конечно бы во втором тайме сами себе начали выдумывать эти ошибки но оба в общем не дорабатывал дим если посмотреть на турнир ну таблицу таблицу я думаю в принципе пока должно радовать и радужно как-то вообще перспективу как смотришь коллектив честно говоря в данный момент исходя из тех игр которые мы сыграли ну как я раз я прикидывал у нас должно было быть на три очка меньше потому что кому мы я ну как я рассчитывал что мы все-таки дельте проиграем я эту игру не играл вот там по своей причине но то что ребята сыграли здорово с дельте именно мне очень понравилось они сыгрались самоотверженно то есть спокойно без как говорится без ненужных эмоций как говорится трезво играли но пока радует в общем целом а честно сказать таким составом я не знаю может и со мной согласишься хотя у вас вы идете на третьем месте кстати так вот единственная команда да русская это меньше чем пустили мы много остались мы просто-напросто как говорится слишком много им не то что там позволили а подарили позволили это само собой а подарили еще считать половину всего чтобы пропустили от здравушки 9 мячей да дим ну вот его я же говорил наверно согласись что в принципе с таким составом можно было повышение поиграть принципе я вот посмотрел а что да нет почему я тоже думаю нет ну я тебе скажу честно что состав там из всего состава на вышку тянет грубо говоря три-четыре игрока по большому счету остальные ну именно я назову пашка Ансимов тянет Артем Акбалян Виталик Севрюков и Юнго теряю потому что они все равно уже опытные игроки как говорится и относительно молодые единственное что у пашки проблемы с коленями то есть со скоростью в этом плане тяжелее а все остальные ребята ну при всем желание при всем уважение как говорится ну а нельзя с этим косяком разве вот в принципе не я если если опять же команда попадет в вышку блин я считаю что она должна играть в вышке блин в любом случае потому что учиться есть кому как говорится есть у кого вот то есть вот меня брать не к чему потому что я уже блин свою отыграл там мне не важно где играть главное играть вот есть команда вида если что нет ну там нет понятно что звали звали но бачу бачу перехватило раньше как говорится там родственные связи просто есть да какие-то родственные связи кости где-то лая да младший брат моей жены что серьезно серьезно я думаю твой младший брат не очень похожий он как-то немножко брат моей жены а он как вообще почему-то на поле не видно работает он ворон живет работает неплохой футболист неплохой но опять же итальянец вот просто-напросто опять же играть время надо но у него попадает аж было часто он суббота воскресенье работает хорошо дим здравушка наверху энкор тоже наверху до результатики так если посмотреть ну здравушка меня не удивляет что наверху энкор вот это открытие да опять выиграл опять же в том году играла в по первой лиге которая не имеет каких-то супер да там футболистов там каких-то обычных людей команды микро ты имеешь ввиду команда энкор я говорю ты представитель команды я представитель команды микро а ну я тоже я мне послушать ты сказал что ты мне сейчас я представитель команды нет это яркий представитель я команды у которой нет как-то там команда глянь мини-футбол провела великолепный и стартовала 12 очков пожалуйста это что же ребята работают значит видно что они стараются поэтому когда люди отдаются желание не назначил это возможно значит и команда вида может в принципе быть не на последних ролях я бы так сказал команда вида и лидеров прибивает время от времени когда хочет а когда выходит на солнце пикет жарко ой что-то сегодня вечером еще там на топе в руках дела поделать надо побыстрее отбегать и поехали дальше своими делами заниматься да да здравушка по делу пока наверху скажите все правильно честно сказать эти даже скажу больше именно из всех вот команд которые здесь вот есть здраво и расценивать что она будет первая ну не сказать что она прям сильно такая прям команда отличаться в чем мы преимущество желание в первую очередь а то есть вот ребята выходят биться они выходят биться они именно идут до панта конца до последнего они выходят именно играть не отбывать номер не ходить пешком по полю говорится друг за дружкой а именно реально выходит именно сражаться то есть как бы все по делу все нормально хорошо давайте посмотрим еще одну встречу из первой лиги команда микро играла в отчетном туре с команды мясная лавка 2 в этой встрече я не ошибаюсь там как раз в следующем туре сми да кстати тут я нахожусь 21 счет выиграл команда микро вот тут я поздравляю предматчевой как бы установку легендарного губнинского тренера виктора конторщикова на лавке запасных было микро в этой встрече против команды мясная лавка 2 по после игры как бы артем гарбузов шутку сказал что убили убили команды мясная лавка 2 я всегда сучу что я договариваюсь максим ланченко ну когда надо подтянуть там 1 1 значит вот с панкратом в этот раз договорился на пенальти поставим посмотрим честно сказать вот я каждый раз критикую команду микро и в этот раз все потому что когда я смотрю вот я не могу понять за счет чего они выигрывают ну то есть как бы да есть какие-то футболисты мотивируют не то что его мотивируют честно игра очень фрагментарно вот настолько вот в плане знаешь как вот есть вот мы посмотрели допускает эпизод будет и уж так чип-чип вышли да там и вот в одно касание как-то да здесь настолько как бы все вот этого вообще нет то есть дмитрий сальников все ждут так пока он приедет да там человек там разберется да там есть пару людей кто исполнители очень за счет исполнителей вылазит скорее всего так думаю а мне кажется на длинной дистанции это очень сложно как бы конечно сложно но опять же мне команды микро во-первых не первый год это раз состав практически мы найдены тот же по большому не знаю конечно сейчас кому-то вот вот яркий вот пожалуйста но за что-то вот ванька ммм это галимая подача еще более горимый удар вот это исполнение подвело немножко ну да так целом по крайней мере человек пытался он по крайней мере если бы начал останавливать его бы на крыльях да ну вот первый гол смотри вот такой вот ротаря по моему да просто там кто-то спорил там ну на самом деле гол чистый фиксирован между зафиксирован тут ниже даже груди не прижал все о чем тут говорить да то вот такой вот гол первый кстати вот честно скажу по мясной лавке вот у них организация футбольная игровая получше вообще честно вот вторая лавка вот это несмотря на то что проиграли микро болел за микро я щас шума не сказал что сейчас дина скажет вот он туда болел за микро в этой встрече что ты не думал что вот но мне вот в таком варианте честно команда мясная лавка нравится потому что мне нравится тут очень много мужиков нормальных собрано то есть вот допустим даже карапузу давно футбол как бы да не играл он реально в таком порядке то есть человек выходит его нормальный футбол показывает то есть там да ниже блин на определенном на опыте он раздавал он видит что антон базаров тот же не знаю центре поля ну ты играл с ним гатуза в каком-то смысле человек борется бьется вырывает любой момент будет такие вот нормальные ребята хорошего них вот там же кондауров играет из ну вот такой гол гол великолепный логачок роман это тоже савиды тоже савиды же вот видишь вот сколько вы в итоге что поделать ценных кадров потеряли что поделать ребята туда и ушли за из-за того что организация труда как говорится ну там же играет и данил да и данил стрельников тоже то есть команда вида так вот если подсобрать те кто такой знаешь как вот есть своего рода свой аякс как есть у нас хоккей этот металлург новокузнецкий который каждый год выдает не попадают они там не куба гагарита никуда там так таланта раздается вот так и это тоже команда вида находит ценные кадры потом ну гол ромб чтобы можно по планирует удар у него с дальней дистанции всегда хороший слышно с обеих ног бьется издалека вообще спокойно да на дурака если ворота била попал в те это было бы он там бил по воротам просто что попал здорово вообще на шоу чаще кстати вот слева и попадает хорошо чем справка да был конечно достойный да принципе есть перспектива вот гудов там ну то есть все ребята такие значит боевые нет там таких кто просто придет бывать тем более вот я уже говорил вот антон базаров такой человек ты берешь что вот просто саня карабус честно сказать классный футболист он как бы тебе сказать он мне кажется в раздевалке не такой харизматичный в плане знаешь как бы он ну больше себе мне кажется такого или может напихать саня может может она конечно и не раз и не два как говорится ну это раньше но я не знаю конечно какие у них там отношения в лавке мы на раньше например я сколько знаю опять же вместе же играли были моменты и против него играл и вместе играли как говорится и с антоном антон да он в этом плане более эмоционально просто я говорю вот я вот артем говорил что приобретает футболист кантон ты будешь уверен что на поле не будет людей которые будут отбывать номер уже как только человек появится на поле кажется ему могут возникнуть претензии дать прораб появился сразу это такое да как бы по дисциплине он авторитетов у него нет он любому расскажет кто где как неправильно сыграл что надо и так далее но и мне кажется он сам выкладывается и того же выкладывается с ним на поле может быть у него немножко футбольной школы не хватает но у него желание огромное желание в основном перспектива есть у коллектива местного когда еще не свои наберут очки но вот такой гол репчков сказал что пенальти не было мы все орали пенальти не было я бы не сказал он уже знал что у него воткнется вот смотри вот смотри он разворачивается да он его видит на периферии он увидел прекрасно он знал что у него воткнется понимаешь он не скажи он играет по мячу это раз а то это сам вас был нет это илья там есть вот ну опять же игрок низко идет головой это основная как бы претензия была в том что он сам идет низко головой якобы у низко головой я согласен димон ну ты в штрафной площади против игрока играет по мячу смотри опять же он не смотрит на мяч я скажу когда мяч только начинал лететь с бровки туда он уже видел он увидел и не но в любом случае дать им он же шел с ним конечно он опять он смотрит здесь видел же что боковым зрением возможно пошел за игроком дим же по-любому он естественно уйдет за игроком понятное дело ну ты знаешь тут осторожнее мне кажется согласен но и у и игрок идет опасно головой тут но и с его стороны когда дим идет игрок головой а ты целенаправленно идешь ему в голову ногой он не идет на правило если бы целенаправленно шел бы он его он бы не бил бы в голову он бы садил бы в ногу честно сказать я бы так сказал вот в любом случае мне кажется это опасная игра со стороны обоюдно как он ногой мог нанести травму головы таком как головой травму ноги ну извини меня но ты же опять же ты наклоняешься ты же думаешь куда-то идешь но я не думаю что человек будет задирать ваши пояса чтобы вообще шипами воткнуть меня нет я понимаю все прекрасно почему тогда раз когда игру грубо говоря пробиваю себя я согласен но я бы наверно не поставил все-таки ну в общем такой момент я посвистнул обратную сторону результатом я не за того что это болезнь 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 и я бы мне мне очень нравится команда мигра какого именно в игровом плане я как по сути болельщик локомотива и рок-локомотив в данный момент за бачу но мне неважно это непосредственно мои конкуренты и соперники то есть все равно там что как бы их результаты но я бы наверно бы точку не поставил ну в общем это пенальти стал а вот почему артем гаробзов говорит что убили ну на самом деле понятно что на уровне шуток как там игра происходила это надо смотреть как в целом всю игру вот и в динамике может опять же все равно все это по-другому судья наверно знаешь как отреагировал тем более опять же воткнулся там как бы там опять же сергей же панкратов во первых опять же опытный судья не первую неделю судит то есть ну да как судья разрешил так оно и есть по сути уже посмотрим что тут в середине турнирной таблицы тут сокол ну тут вот тут правда да тут вообще поводничком некуда втыкануться единственно арсенал оскол занимает свое такое место мне кажется они наверно так и закончат я так думаю потому что может быть во второй лиге я не могли топтать а здесь уже не прокатит такая движуха ну почему да команда упрямая команда упрямую напористая по сути да у них относительно опять же прям более примитив то есть они грузят вперед пытаться там зацепиться и уже должен строить свои атаки но то что обитательность у них видимо проблемы действительно серьезно но и пропускают они меньше всех и энкор только меньше наравне спасибо мячей команда всего лишь навсего пропустила хорошо тут говорится ну видишь и команда мигра 98 с одной стороны они сейчас могут сказать костик ты не прав опять же мы ну я вот больше люблю когда вот так все таки но это опять же тут уже зависимости от команды как она играет и что она позволяет соперник мне если бы не защищались у кивэндус ях тоже был бы знаешь рад но там пока не пахнет этим красотой мы с ними сыграли 3-2 у бача тоже смотри видишь на третьем месте просто в одной игре 9 запустили и разница сразу ушла в втором туре счет был 3-2 то есть команда опять же упиралась команда билась то есть не сдавалась а что вот за значок тут фотографии какие-то загорняк дебютировал их руководитель тренера там получился лёха садышев алексей садышев играл эту встречу не хватало игрока не хватало игрока да они начали в семером и промагра там забила что ли три мяча там 3-0 павел алексей вышел счет подравнялся практически там что ли то ли 32 стала и пошли качели туда-сюда потом в концовке просто-напросто команде не хватило на физических кондиций вот и все а так они том-то и дело что даже когда боль составы уравнялись гораздо предпочтитель не смотрелся я не знаю почему не хватило димитрий и юрий давайте перейдем выше лиги вот конкретно команде локомотив она вам обоим близко потому что петра николаевич его оба занимались петру николаевич петр николаевич вообще-то я смотрю и продолжает возиться с детьми недавно я видел на локомотиве как-то он все равно как-то я смотрю готовит кадры как кадры он готовит все может быть просто не в таких масштабах как раньше но все равно он да в этом плане мастер выше ли бы не особо я заглядывал ну давайте посмотрим игра с dreamteam там 1-0 закончили да честно сказать в таком варианте день юр ты слышишь еще нет или не особо не особо не особо дима наверно большей степени ну конечно мне в таком варианте команда честно сказать нравится опять же как каждому свое мне понятно по поводу легенды смысле ну вратаря не сергей в чем же произошел то собственно что именно но его нет в команде но это их не говорится там есть или там свои небольшие вопросы вот но это не сами будут разбираться это не мое дело как вообще что он на каком этапе своей карьеры отдыхает отдыхает залечивает старые зализывает старые раны до пока отдыхает старая волчара как там будет дальше я не знаю да кстати вратарь команда локомотив это вратарь который старший брат вашего радаря надо бачу и такой кстати обученный по металлурге или где-то он там и в зодиаке и в металлурге он занимался даже одно время не знаю точно но зодиаке был да дим мне нравится в таком варианте тебе как хороший вратарь не команда 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 я не знаю почему ей не хватает вот в этой игре по большому счету в целом хватило всего мне кажется нет не хватило концентрации глядя на табло не хватило головных мячей ни одного по большому счету на ровном месте у дрем тима во первых в этой игре не было фрола как я считаю одного из самых ключевых игроков это был большой подарок для локомотива был бы он на поле было бы играть гораздо сложнее а в данной игре то есть по сути преимуществом было полность за большинстве владение мячом там чуть ли не 80 на 20 мне очень раньше прошлом году я считал локомотив аутсайдером высшей лиги насколько я помню сам себя а сейчас честно сказать мне кажется и исполнительный достаточно и тех кто людей готов носить рояль да я с тобой согласен принципе относительно в целом по большому счету даже авто запасных появилась ну да состав как бы сбалансированный но чего-то не хватает но команда играет команда играет команда не забивает а это без забитых мячей ником она не может выиграть мы должны решать были свои моменты в первую очередь у дрем тима было в первом тайме два хороших плотных ударов рада но они не попали створ и во втором тайме был один хороший удар все больше ничего дрем тима не было в этой игре а вообще как педор николаевич придерживаться каких-то камонов футбольных каких-то это какой-то план на игру я имею ввиду он вообще если это плана который или он отталкивается опять же от тех кто есть всегда во первых отталкивается тех кто есть это раз а во вторых ему не интересует кто у него есть по большому счету то если ты вышел ты должен выложиться больше чем на сто процентов а я имею ввиду он любитель игры от обороны или все-таки он любит атакующий футбол как вообще он кто он любит силовой даже такой жесткий силовой футбол он сторонник английской премьер-лиги то есть кость кость него же три назад я не помню с кем мы играли летом а он судил и получилось все последнего игрок и мяч на меня к и катился и защитник выдернулся ой нападающий выдернулся я под себя убрал и прокидываю все ухожу и на под мне заново чок я падаю смотрю на петра николаевича он стоит смотрит на меня нападающий забирает мяч забивают голову ну как бы явный пол на что мне было сказано последний защитник возить не должен техничный защитник прочитал самое по себе да вот как тренер да можно сказать я просто говорю петр николаевич на говорю в правилах же не написано я понял понял урок на будущее да 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 вот он надел плотный удар во втором тайме и все больше не было дрем тима ничего вот прадедович прадедович не чаев гребенкин рыжий парень появился вот момент хороший федор должен был забивать тоже ветеран команды вот такие как федор меня всегда удивляли честно я вот 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 тут она чистая самоотдача должен забивать тем были игрок с таком опытом как он ну вот у него как-то подвижение видно что детство не футболе мне кажется правильный или у играл 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 как говорится ну такой по самоотдаче себя надежно я помню когда он приходите таки же голову федор все он всегда играет на позитиве неважно что у него происходит так он человек всегда играется улыбкой на лице может на него петр николаевич просто не еще не орал нет нему неважно кричит кто не кричит он всегда улыбается он всегда в хорошем настроении то есть он приходит играть по большому счету а сергей юбкин на всех кричит или нет или только на молодых нет не в том дело что он молодых я вот по большому счету там многими нравится как серега себя ведет вот но опять же я считаю со стороны во первых он опытный всех пошло ну рубля по возрасту и старший и опытный вот и опять же он играет вратарями человек который видит поле целиком полностью не клочками которыми видишь ты в игровых эпизодах вот и как бы прислушиваться надо единственно что он сильно эмоциональным чересчур как говорится иногда его эмоции захлёстывают в этом плане у него это может быть проблема тем более но опять же есть проблемы и у молодых они не умеют слушать наше время сейчас последнего опять же я когда начинал играть чтобы ты мог старшему что-то просто возразить такого вообще не было тогда ты как минимум вещей нахватаешь а могли как-то серьезно с тобой побеседовать вот но нам честно как журналистам как зрителям сергей очень сильно хватает потому что вот сам спектакль который он может в одно лицо это уже но многие для этого и приходим опять же человек приходит играть он отдается игре целиком и полностью поэтому он всегда точно также болеет за результат ты выше если ты вышел ты должен делать то что ты умеешь и даже стараться делать что-то чуть больше а не просто отбывать номер я я уже тоже многим говорю ребята там обижаются кто-то там же кому-то потому что мало игрового времени или еще что-то я почему на первую шоу бачу опять же мне не хватает игрового времени хотя я хочу в ракушке но я прекрасно понимаю что я не мне уже тяжело там как говорится если бы я создал бы конкуренцию вот поэтому если ты хочешь играть свое удовольствие пожалуйста 3 лига занимайся там бегать делай что хочешь вози там под себя за себя блин а если ты пришел играть футбол ты должен играть на команду первую очередь но не для себя давай гол посмотрим вот такой пропустил гол команду локомотив ну тоже отчасти безвольники гол какой-то пропустили постояли посмотрели я бы не сказал что башков да вернем подчусти ты можешь мне подальше когда можно общий план большой давай еще раз ну вот ну как него ну да он потерял просто потерял игрока а зачем так делать смысле но это называется просто человек выключился из игры ну примитивная ошибка это просто человек отключился он играл опять же по бичу а вообще должен за спиной стоять человек или ты должен его как-то там я не знаю перед собой сидя держи перед собой перед ты должен держать от ворот и перед собой когда он разбирает вот эти вот моменты там типа кто где что по сути то изначально там занимал позицию как бы в целом вот тут он еще на увидит он за ним наблюдает он только что посмотрел на него и во первых но он стоит опять же с ним боком он должен быть полу позиции вот он должен видеть угловой флажок откуда будет идти на передаче он должен видеть игрока и двигаться именно с игроком не по мячу опять же уже смотреть уже потом в зависимости от траектории полета мяча он уже должен уже работать им но вот я допустим юрта вы же опять же в головозащитники хочется задать такой вопрос вот смотри а если человек играет на опережение но как здесь делать ты же можешь угадать изначально во первых куда мяч будет направлен это уже индивидуальное мастерство я считаю так кто быстрее прочитает траекторию полета мяча говорится мне про поддвижение этого мяча там есть если ты за если ты держишь перед собой игрока да опять же набережь по нему как он сыграет тяжело опять же он будет сыграть его не теряешь а если ты да посмотрел на него один раз просто ворвнул достаточно сотых доли и когда он уже поворачиваешься он уже влетает уже конечно блин вот такие вот микро моменты да вот пожалуйста это же микро момент вот это как сказать называется стандарт ну грубо говоря это вот я бы сейчас сказал бы есть динамика это как статика то статический момент который ты кстатики просто проиграл вот и просто его потерял статики про проиграл пропустил вот и пожалуйста за спиной у тебя вот тут вратарь конечно хотя опять же мяч так низко прошел и никто не прыгнул подача хорошего она опустилась прям центре на руслан городе чем даже за какую-то потащил как звать ну локомотив приятно пока мне вот эта команда в таком варианте мне нравится здесь есть исполнители жене хотя бы тут какой-то момент локомотив был отключение было что он один в поле такой знаешь то есть все равно ему нужно с кем-то обыграться вот гребенки но пока может быть не такой как был то есть как бы надо ему набрать там посадки спокойно но немножко высоко я стоял на бровке юр я видел этот эпизод он если бы пробивал просто тупо по прямой гребенки не плохо ли нет он ему отлично его направлял я стоял именно на бровке мы вот как раз уж нашла лавочка была здесь с этой стороны с половины поля вот то есть и там было видно абсолютно если бы как шел по движению бы просто бы пробивал по прямой как шел бы залетел по перспективе скажи мне что вообще ты имеешь ввиду какое место мотива до задача три победы пять игр три победы результата извините меня согласен будьте добры есть команды которые 5 игр и ну во первых эту игру мы могли выиграть в принципе хотя бы ничья нули могли бы быть нюли принципе игра была на три результата вот проиграли проиграли кому проиграли так маруди проиграли локомотив да 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 3 4 ведя по счету 2-0 первые же пять минут проиграли 3-4 там просто-напросто я не знаю начали просто шикарно просто шикарно такое впечатление что как будто команда вышла играть с третьей лигой а потом просто просто остановились и ходили я не знаю кто за кем и зачем просто напросто элементарными ахмару да играла просто спокойно в свой футбол как вышли вот как они начали с первых минут делать то что они могут они в том же ключе все и продолжали делать достаточно такой удобный календарь для локомотива дали спартанцы несколько с теми с кем можно по сути могли взять все очки могли забрать да 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 на самом-то деле по большому хотя бы как третим мы по крайней мере именно с рудой это было вообще да и я согласен брать ритм все-таки команда более я мастеровитая до чем опять же взять по стране тоже кмару да ну то и как бы результат такой что там на воду опять же игра всегда идет там с древним тимом постоянная борьба в лидра идут сюда на три результата вот обязаны были просто выигрывать ну давайте еще посмотрим результате по высшей лиге так спц пересвет все понятно понятно невский выиграл горняк видишь кмару да какая-то почему-то команда супер нестабильная до нестабильную команду хавают по 8 мячиков тоже это грустно вы забивали на долю метком сталь союз тоже принципе такие закономерные результаты я чувствую да лидеры да ничего с аукциально единственное что думали что возможно выпить может в лавке очки отобрать но когда узнали опять же что не было ключевого игрока кто такой андрей скорых не было а вот то говорится по большому что-то выпив шансов и оставалось ну выбив себе поставил задачный сезон тоже не улететь как бы поэтому ну что кто-то одновежит нет ребята борьбу я сомневаюсь ну почему бы нет если только союз но мангард неплохо смотрится но пока по результату как бы у всех вот игры в запасе во первых то есть они не отстают по потерянным а там уже будет по большому счету решаться все именно в играх которые они будут между собой ну как-то честно сказать если вот я вот прошелся ниже да мне кажется местная лавка пока так шустренько досмотрится тоже тоже календарь пока еще ни с кем из этих да невский мне кажется как-то высоковато почему высоковато в принципе ниже неплохая команда принципе тоже ребята бьются но вот из всей таблицы то что я сейчас вижу честно ребят мне кажется спартанцы вот очень как-то пока да нет там разочаровывающе с претензией на первую губкинскую команду да то есть как бы и вот как-то так хотя горят моруда не очень спартанцы я не знаю как конечно вот именно как команда играет в целом то что ребята именно стараются играть именно футбол где заниматься там ерундой какой-нибудь там драками теми же на поле там или еще что они выходят играть футбол ну что получается то получается в принципе я не думаю что они вылетят во первых из чемпионата из первой из высшей лиги и в принципе я уверен что они свои очки не возьми подтянутся потянутся опять же все становится сейчас давайте просто для интереса посмотрим а собственно с кем они как они что не там просто кому попали да ну про его последний уровень проиграли союза полного 1 4 вообще сегодня подводит даже грез да я не думал что он перегрелся ну и проиграли не авангарду там по игре было видно что авангард был сильнее гораздо я смотрю на друг авангард я не ставлю фаворитом честно мне ну не хочет ноутбук короче показывать нам по крайней мере они играли спорта цены конечно понятно что авангард все-таки предпочтительный пассивно посильнее грубо говоря спартанцев команда играла спокойно на классе скажем так понятно ладно ребята спасибо что помогли мне сегодня провести этот и сирс может быть не самый простой ну по вашим команду прошлись поговорили и наконец-то команда вида собственно появилась союзная не дает ему зритель давно ждал встретимся этому через неделю ну да 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 все еще раз спасибо все до свидания а а